он сказал давай попробуем пожить в казани во первых я услышала это слово и подумала привет друзья меня зовут аделя ахметова и это выпуск для миллиард татар мы находимся в здании где у нас находится офис школа вокал для девушек и это здание сохранилось ну здание 19 века здесь сохранилась лестница оригинальная и это вообще очень-очень крутая лестница каждый раз мы находимся в помещении школа вокала и это мое место силы потому что я провела здесь очень много времени преподавая вокал и ну вообще в это мое любимое дело и здесь было очень много классных моментов и есть и сейчас в том числе то есть здесь проходят репетиции у меня музыкальные с музыкантами с моей группой и поэтому она наполнена таким такими радостными воспоминаниями и творческой атмосферы вот здесь у нас например есть фотографии мы существуем четыре года вот в октябре будет до школе четыре года и это некоторые моменты из наших занятий с наших концертов отчетных с различных творческих встреч с гитарников как пришла идея открыть школу эта идея пошла в голову моему мужу после свадьбы у нас были ну был бюджет в общем и хотелось куда-то его вложить и вот он придумал открыть школу и сделал как бы все что нужно а я пришла и начала преподавать и вот так у нас все пошло закрутилось и вертелось но улица островского связана со многими вещами моей жизни поэтому я наверное и выделяю в первую очередь потому что как только мы начали жить в казани это было пять лет назад я работала это была моя первая работа я работала в татарском государственном ансамбле песни и танца и он находится в самом начале улица островского каждое утро мое начиналось именно с этой улице вот проработал я там один сезон с октября по август целый год получается в хоровом составе хоровой группы казани это вообще не тот город в котором я начала жить сразу потому что я родилась нижнекамске я там отучилась 11 лет школе и потом я уехала в петербург и хотела остаться там на всю жизнь но я отучилась пять лет и музыкальном колледже вот и тогда это был еще мой молодой человек он сказал давай попробуем пожить в казани потому что нас здесь еще пока ничего не держит не работа там еще что-то ты айнур как моего мужа сейчас зовут айнур влюбился в казань а для меня казани она всегда была такая ну во первых это был такой перевалочный пункт основной потому что если еду с нижнекамска это обязательно казань и уже отсюда поисто или же самолет поэтому казань она была такой всегда очень как родной такая как родная как маму в общем казань мне очень много чего дала по итогам за эти пять лет конечно так бы я не смогла развиваться в петербурге я здесь очень часто ходила бегала на репетицию моей группы абадели она была репбаз у нас на лобачевского там в том числе мы записали много песен которые сейчас есть на музыкальных площадках я рад у жира меня ротай дам синес записали полностью я бегала получается со студии до и базы и мне очень нравится принципе улица кремлевская это моя самая любимая улица в казани вот получается мы на ней сейчас и находимся это здание до национальной библиотеки бывший до сейчас уже но тоже очень красивая я все за все эти пять лет так и не смогла внутри побывать у меня есть четкие четкое понимание в какой момент я влюбилась именно в эту улицу в кремлевскую я не помню в каком точно году получается 2016 или 2017 вышел фильм ла-ла-ленд в кинотеатрах он шел и в общем был как раз какое-то очень холодное время года зима или уже весна и вот в общем мы посмотрели этот фильм ла-ла-ленд с Айнором с кольца и я говорю я не могу после такого фильма заходить в метро это совершенно не то состояние я говорю пойдем прогуляемся по кремлевской и вот мы шли и здесь было такое освещение новогоднее очень красивое мы шли и наверное все эти чувства переплелись и я влюбилась в эту улицу а моя группа оба деле собралась можно сказать благодаря фестивалью метод а сейчас и лишь был конкурс 2017 году не каждый год идет конкурс на поиск новых группы исполнителей я тогда как раз вдохновилась песней заман вот именно тогда первый раз мы ее записали отправили но там нужно было две песни они наблюдают но такие мы она Радив Кашапов тоже, мы ему большое спасибо. Он нас соединил с композитором Милюшей Харулиной, и мы сыграли ее песню. И вот, получается, мы выступили с народным без изоман, с песнями Милюши, и так у нас состав, получается, продолжил дальше, уже авторские песни мы начали делать. Планов, конечно, очень много. Во-первых, это продолжать выпускать песни, в том числе и свои авторские, потому что они как бы есть, лежат, и хочется их выпустить в свет, так сказать. Есть песни, которые сама написала, есть песни, которые мы исполняли на концертах, но так и не записали. Хочется вот все это довести до ума, хочется сделать сольный концерт большой в Казани. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok